Добрейшего здоровья всем, ребят! Сегодня мы с вами поговорим про инсулиновые помпы. Не про какую-то модель или производители, в частности, мы поговорим про расходники и как их экономить, начиная от батарейки и заканчивая конюлей. Я буду рассказывать на примере своей помпы, это инсулиновая помпа Aguchex Spirit Combo. Но, в общем-то, у кого есть инсулиновая помпа, у кого было, возможно, несколько инсулиновых помп, они понимают, что все они работают плюс-минус одинаково. Давайте начнем с батареек. В моей помпе используется батарейка, пальчик какой-то называется в простонародье, это размер 2А. В Метронике, я знаю, используется мизинчиковая батарейка, это размер 3А. Когда я получал помпу, это было август 2016 года, опять же, здесь будет ссылочка, можете посмотреть, как все это было. Давно это было. Вот, у меня в комплекте, ну там, помимо разных инструкций, конюля и так далее, были еще батарейки. Батарейки, 4 штуки, они сейчас продаются в разных диабетических магазинах. Хорошие батарейки, они отработали достаточно долго, плюс у меня помпа с пультом, а пульт это блютуз, а блютуз это, разумеется, больше энергии нужно тратить. И люди, у которых не было пульта еще, которые раньше до меня получали, они сказали, что им 4 этих батарейки хватило практически на год. Это так, небольшое предисловие. Что именно значит по батарейкам? Также очень много людей не знают, какие батарейки покупать. Кто-то покупает в помпу, прямо вот которые шли у них в комплекте, они думают, что кроме них там ничего вставлять нельзя, иначе помпа сломается. Сразу вам скажу, нет, это не так. Батарейку вы выбираете какую хотите. Никто вас там ни в чем не ограничивает, ничего у вас не сломается, с гарантией ничего не слетит. Есть такое небольшое, серьезное «но» – нужно использовать хорошие батарейки или перезаряжаемые аккумуляторы. Сейчас расскажу, в чем разница. Хорошие батарейки – это, разумеется, конечно, те, которые идут с помпой. Это их хорошие батарейки, но они не везде продаются, и надо их там ждать. Иногда они продаются вместе с комплектом, с ключом, с крышкой, с датчиком, и поэтому стоят в районе 3,5 тысяч рублей. Но, сами понимаете, это достаточно дорого. Я пользовался разными батарейками, начиная от самых дешевых, заканчивая самыми дорогими. Пользовался перезаряжаемыми аккумуляторами и от розетки, которые заряжаются от USB-выхода. Было так, что в дороге у меня садилась батарейка, я и вставлял и бушные батарейки, грубо говоря, которые уже просто выбрасывали, и мне хоть что-то. Нужно покупать достаточно дорогие батарейки. На сегодняшний момент, который я знаю, это Energizer и Duracell. Это хорошие батарейки, в среднем они где-то держат заряд. Но, учитывая даже то, когда пользуешься пультом, одной батарейки хватает где-то на месяц. Плюс-минус несколько дней, возможно, неделя, смотря как пользуешься пультом. И потом еще, когда батарейка садится, когда на помпе показывается, что батарея разряжена, она еще работает около недели. Так что, если вы покупаете обычные батарейки, тогда покупайте, ну, по крайней мере, я могу рекомендовать только вот эти две фирмы. Другие я не пробовал, не знаю. Не стоит пользоваться батарейками из будильников, из детских игрушек, из пультов. Нет. Потому что такие батарейки, они по-любому будут разряжены. Но они, вот самое опасное, что в таких батарейках они могут сесть в любое время. Окажетесь вы где-нибудь, ну, я не знаю, там, в транспорте в час пик у вас сядет батарейка. И поэтому не стоит использовать плохие батарейки, дешевые. И если уж вы пользуетесь такими батарейками, если даже пользуетесь дорогими батарейками, всегда носите с собой батарейку про запас. Что касается аккумуляторов. Я пользовался аккумуляторами, которые заряжаются от, так сказать, от сети, да, от розетки. И потом я себе купил аккумуляторы, которые заряжаются от USB. Я покупал их на Алиэкспресс. Они для аккумуляторов, они были достаточно дешевые, там, ну, я точно не помню, там, от 300 до 500 рублей за два аккумулятора. У меня тогда еще не было Android Apps и искусственной поджелудочной железы. И была просто помпа. Ну, да, потому что на Android Apps там немного питание больше уходит. И на тот момент один такой аккумулятор работал неделю. И когда аккумулятор садился, он не предупреждал. Он просто садился и все. Помпа пищала, что батарея разряжена и она не работала. Ну, продолжая батарейную тему, это крышка батарейного отсека. Знаете, что там пластик мягкий, он стачивается. Ключ мы потом тоже поговорим про ключ. Кто-то открывает монеткой. У меня помпе уже идет пятый год. Я говорю, получил ее в 2016 году, в августе. Я еще ни разу не менял крышку батарейного отсека. Да, она стачилась. Я никогда, кстати, не открывал ее там ни монеткой, ни отверткой, ничем. Я открывал ее только ключом. Но я вставлял хорошо ключ. Не чтобы он там у меня там крутился, вертелся. А вставлял хорошо ключ и я открывал. Опять же, производители, возможно, вот этой компании Акучек, ну или там других, Эмитроник, не знаю какая у вас помпа, они могут рекомендовать, что там крышку нужно менять там раз в месяц, пользоваться только нашими батарейками и т.д. и т.п. Все, ну опять же, это мое мнение, все они это делают для того, чтобы, ну как бы, скажем, предостеречься. Допустим, если, ну есть какая-то гарантия, что у вас все будет хорошо, ну это такой пример, да. Вы, скажем, там поставили конюлю, там положено ее три дня носить, а вы носили пять дней, и там что-то вот не так случилось. И вы с претензией им звоните, говорите, мол, так и так, вот у меня все сломалось, там, давайте мне что-нибудь делайте. Они вам говорят, а вы сколько носили конюлю? Вы говорите, пять дней. А мы говорили три, значит, извините, ничего не положено. Уже за пять практически лет использования помпы я только один раз пользовался штатными батарейками, назовем их так, которые были в комплекте, четыре штуки. Потом использовал, как я уже сказал, все. Я ни разу не менял крышку батарейного отсека, никогда не менял датчик, и, в общем-то, ничего плохого у меня там, пу-пу-пу, слава богу, не было. Я никогда эту крышку не открывал монеткой, единственное, что ломал ключ, получилось так, что я сломал ключ как раз в тот момент, когда закрывал, уже открыл, поменял батарейку, закрывал и затягивал посильнее, и сломал ключ. Ну, и так получилось, что батарейка еще отработала месяц, я уже заказал ключ, в общем-то, там, у знакомых. Заказал еще и второй, потому что сразу вас предупреждаю, прям когда вот вы получаете, покупаете помпу, сразу же закажите себе второй комплект ключа, крышки и датчика. Что касается датчика, многие люди также не знают, датчик это та такая, не знаю, как ее назвать, штука, которая одевается на резервуар с инсулином. Если вы посмотрите, там есть такие точки, я не знаю, что этот датчик делает, просто он так, его так назвали, когда мне отдавали помпу, выдавали, возможно, можно почитать, я просто этим не интересовался, потому что, ну, мне это не нужно. Короче, на котором есть резьба, и которая вот вместе с резервуаром, заправленным инсулином, закручивается в помпу. Конюли, они достаточно дорогие, производителя заявляет, опять же, нужно носить три дня, там, на третий, максимум на четвертый день менять конюлю. Изначально я не получал конюли бесплатно, наверное, на протяжении двух лет, может, даже больше, и мне приходилось их покупать. Да, там, я, конечно, искал какие-то лазейки, где можно купить подешевле, небушные, просроченные, вот, но все-таки, там, тысяч пять-шесть в месяц на одни конюли только приходилось отдавать. И я начал носить конюль, я сначала носил ее три, нет, а, четыре дня, потому что мне врач сказал, можно носить чуть побольше на денек, я носил четыре дня. Потом я попробовал носить пять дней, вот, и у меня такая, скажем, носка одной конюлю была пять дней. Даже на шестой день я уже менял, но иногда, знаете, я бывало забывал, там, да, или просто ложишь спать, неохота менять. Иногда мог забыть на пару дней, и бывало до того, что, там, неделю носил. Ну, как бы, сахара нормальная, что менять-то? Один раз ставил, даже, знаете, как было, поставил, только четвертую, с четвертой конюлей хорошо попал, да, было не больно, крови никакой не шло. Три конюля ставил и попадал вот в какое-то место, не знаю, то ли щипало очень сильно, то ли прямо еще нагибаться не мог, то ли кровь шла. Вот, я только четвертую конюлю удачно поставил. Катетер, или трубочка, назовем его так, все, опять же, по-разному называют, это та трубочка, которая идет от помпы к конюлю, по которой идет инсулин. Смотрите, с ней, как нам говорили, когда я, опять же, получал помпу, говорили, что она прям такая, прям, блин, там, на ней чуть ли можно не плиту поднимать. Кстати, я, когда выписался из больницы, когда получил помпу, мы быстренько с другом ее проверили. И, опять же, вот здесь, посмотрите видео, мы привязывали ее к машине, потом к железобетонному блоку и пытались, в общем-то, ну, если не сдвинуть блок, то растянуть эту, я не знаю, как она опять ее назвать, эту трубочку. Посмотрите, насколько она растянулась. Вот, посмотрите видео, там, увидите. Когда нас учили, обучали обращение с помпой, нам сказали, что эта помпа растягивалась, там, ее привязывали как-то к лифту, там, к перилам, что-то, она там на несколько этажей растягивалась. И говорят, если ей, там, где-то что-то, что-то заденешь, то она не разорвется ни в коем случае, можно только вырвать конюлю из тела. Производитель, опять же, советует менять ее через каждые шесть дней. Ну, это, значит, две конюли вы поменяли, и когда меняете вторую конюлю, вы меняете эту трубочку и вместе с резервуаром. Когда инсулин в резервуаре заканчивается, и тогда они, как бы, тоже рекомендуют менять вот этот вот катетер. Но, смотрите, я использую вот эту трубочку длиной 60 сантиметров. В эти 60 сантиметров, когда заправляешь, помещается 15 единиц инсулина. И эти 15 единиц, они потом никуда не деваются, вы их просто выбрасываете. Вы, значит, заправляете, они там поместились, да, потом дальше идут в конюлю. И потом, когда вы ее снимаете, вы же не можете там дуть в нее, да, или чтобы помпа в воздух качала, а это инсулин из этой трубочки шел в организм. Каждой заправке этой трубочки вы, в общем-то, выбрасываете на ветер, на помойку 15 единиц инсулина. Говорят, она рвется, она забивается. Но я сейчас не знаю, как она может забиться. Как она может забиться? Там же, не знаю, там же в инсулине не песок какой-то, там же не палки с банками идут. Тем более помпа, она срабатывает через каждые 3 минуты. И чтобы инсулин засох, застыл, закристаллизовался, как многие говорят, ну, за 3 минуты такого не случится. А экономия такая, что вы просто, если вы покупаете конюли, вы просто можете покупать, потому что есть конюли и с катетерами, ну, по крайней мере, я про флекслин говорю, которым пользуюсь я, есть и без катетеров. Ну, разумеется, без катетеров они стоят дешевле. Вы просто можете купить себе пачку с катетерами, а потом покупать только без катетеров. Резервуар под инсулин. Куда заправляется инсулин? Опять же, производитель его рекомендует менять после одной заправки. Закончился, вы заправили одну ручку, он закончился, все, выбрасываете его, заряжаете новый. Насколько я помню, одна пачка вроде таких резервуаров стоит около 2000 рублей, там их 6 штук вроде. Но это хватит на 6 заправок. Допустим, мне одной ручки хватает на неделю. Но это где-то у меня получится на полтора месяца. Но опять же, каждые полтора месяца 2000 отдавать, ну, что-то не очень хочется, да, в общем-то и нету. Я лично раньше так же, я использовал по одному дню. Но я буквально, я понимал, что это как бы, ну, иногда нужно включать мозг, а не верить, да, всему тому, чего говорят. Я подумал, а почему вот один раз надо, можно же и два использовать, что будет? Там же был такой же инсулин. Мне кто-то говорил, опять же, что он там кристаллизуется. Ну, понимаете, нельзя высохнуть в воде, да, но так же и там. И я начал по два дня, ой, по два дня, по два раза использовать этот резервуар. Потом я также поспрашивал у других людей, когда еще не пользовался помп. Опять же, вот здесь будет ссылка. Я у девушки брал интервью по скайпу из Петербурга. Тогда еще был молодой, зеленый. Про помпу ничего не знал. Вот, и у нее спросил, она сказала, говорит, я использую, говорит, два раза, иногда можно три, но, говорит, очень опасно. Я спросил, почему, она сказала, что там вот резинки, которые надеты на поршни, которые ходят, толкают инсулин, потому что он же ходит туда, потом обратно, туда-обратно. Тебе и мне приятно. Этап на них какая-то, на этих резин какая-то смазка, и, ну, получается, что смазка кончается, ход затрудняется. И, грубо говоря, получается так, что вы на помпе, там, скажем, уколоть три единицы набираете, да. У вас помпа показывает, что она три единицы уколола, но поскольку поршень идет тут же, там, получается, две. Но я все равно попробовал. Три нормально, сахара нормальные, ничего там, ни за какой закупорки, ничего нету. Ну, вроде бы нормально. Четыре раза попробовал, нормально. Пять раз попробовал, нормально. Шесть раз попробовал, тоже нормально. Семь раз попробовал, тоже все было нормально. и на восьмой раз я заправил восьмой раз этот резервуар и опять же все было нормально там буквально через несколько часов вот там сколько-то единицы кончилось и помпа пишет закупорка я смотрю иногда у меня была такая скажем глюк такой закупорка я просто перезапускал помпу и все было нормально я перезапускаю пишет закупорка но я начинаю методом тыка я откручиваю точнее я сначала снимаю с конюли вот включаю подумал может быть конюли засорилась отсоединяя карабинчик от конюли включаю пишет опять закупорка я думаю ну может быть это трубочка что-нибудь произошло я отсоединяю трубочку от помпы все равно пишет закупорка ну тогда я понимаю что использую же резервуар восьмой раз значит виноват он и кстати и самое главное вот сейчас всем говорю запомните это самое главное правильно заправлять резервуар вас то не будет ни пузырей и никакой другой там всякой всячины опять же вот здесь будет видео посмотреть как правильно заправлять резервуар и как неправильно я это лично проверил на себе я не прочитал это в интернете по каким-то слухам там и так далее я лично все это проверяю я всегда все проверяю на себе перед тем потом как вам рассказать так что если будут еще какие-то вопросы по поводу помп рут и всего чего угодно если будут вопросы задавайте в комментариях в инстаграме в контакте задавайте добавляется ко мне друзья подписывайтесь на канал обязательно ставьте лайки кстати если вам нужно какие-то рекомендации по поводу получения помпы тоже обращайтесь я могу вам помочь потому что есть несколько людей не только из москвы или московской области а из других городов которые приехали и получили абсолютно бесплатно помпу вообще абсолютно бесплатно там но максимум чего от них понадобилось это подпись поставить спасибо вам за то что вы есть здоровья вам вашим близким до новых встреч а а Продолжение следует...